Всем привет! С вами Айка и это очередной мукбанг. Сегодня у нас жареная картошка с сыром и с яйцами. Еще сверху жареные крылышки. Я их прям хорошенько обжарила, как я люблю, еще в панировке. Также у нас салат оливье. В детстве мы его называли столичный. Салат моего детства. Кофе мой любимый, сок и наршарап, который сейчас упадет. Давайте его куда-то в безопасное место. Вот сюда, например. Только здесь его не видно, но да ладно. О чем мы сегодня будем говорить? Я вчера получила письмо. Не то что письмо, а сообщение от моей подписчицы, которая живет в России и хочет переехать в Азербайджан. Она мне написала на мейл. Поэтому я заметила. В общем, она спрашивала про переезд. Можно ли переехать и работать, не зная азербайджанского языка. Она писала, что в Европу и в Америку переезжать дорого. Нужна виза и так далее. А к нам легко. Я бы хотела на эту тему немножко поговорить, потому что тема актуальная. Сейчас многие задумываются о переезде, куда, как, что. Я могу сказать вам чисто про страну, в которой живу я. Все зависит от того, в какой сфере вы хотите работать. Большинство, конечно, сфер требуют знания азербайджанского языка. Если вы раньше, например, в своем городе работали в банке, здесь в банке без знания азербайджанского языка вы работать не сможете. Смотря на что именно вы претендуете. Можно работать фотографом. Если вы учительница, например, русского языка, вы можете также спокойно преподавать русский язык для русского сектора. Например, да? И так далее. Опять же, моя любимая бьюти-сфера. Здесь тоже особый язык не нужен. Ну, что касается профессии, где напрямую ты контактируешь, например, с человеком, ведешь документацию, по-любому тебе нужен азербайджанский язык. На хороших должностях обязательное знание у нас еще и английского. Например, если хочешь в колл-центр устроиться куда-то, то тебе тоже надо знать обязательно английский язык. Но там и зарплата хорошая. Поэтому каждую ситуацию надо рассматривать в отдельности. Но то, что в Европе все дорого, то есть относительно жизнь дорогая, но там и зарплата хорошая, там и пенсии хорошие. Учитывая все эти моменты, они живут очень круто. Конечно, решать вам, куда переезжать, переезд, это всегда сложно. Даже если язык ты знаешь, все равно сложно адаптироваться первые где-то 5 лет, все равно будет сложно. Я когда переехала, я абсолютно не знала азербайджанского языка. Но я пошла в школу, несмотря на то, что у меня был русский сектор, все между собой разговаривали на азербайджанском. И хочешь, не хочешь, когда ты находишься в обществе, где постоянно говорят на этом языке, ты его учишь. Мой азербайджанский стал намного лучше, когда мы познакомились с моим парнем. Это было 3 года назад, ну, 2,5 где-то года. И когда мы познакомились с моим парнем, он не знал ни слова по-русски, прикиньте, ни слова. Я ему писала «Спокойной ночи», и он не понимал, что это значит. Но потом он сам, без учителя, каждый день начал выписывать слова и учить их. Каждый день. У него просто есть огромное желание чему-то учиться. У меня, кстати, этого желания вообще нету. никуда не было. И, в общем, где-то через полгода нашего общения я сначала думала, ну, начнет он учить максимум недели две, но нет. На протяжении полугода каждый день он учил русский. он смотрел каждое мое видео, каждый мой мукбанг, включал субтитры, переводил. смотрел на ютубе мультики всякие, выписывал слова. и вы знаете, за полгода, считайте, он был ноль, через полгода он просто понимал все, 99%. за полгода. за полгода даже недолго, 3-4 месяца он позанимался с учительницей и уже как бы чисто говорил. Не только понимал, но и говорил. Этот пример у меня перед глазами. И когда мне некоторые в комментариях пишут, ой, Айка начала учить английский, ничего у нее не получится. Но вы с одной стороны правы, но если человек захочет, он может где-то за год выучить чистый язык. То есть, понятное дело, я, наверное, больше лентяйка в этой области. То есть, я учить что-то не люблю, но говорить, что ой, без учителя это невозможно и так далее. Нет, ничего подобного. И где-то год назад он меня просил постоянно с ним говорить только на русском. И вот в последнее время я вообще ни одно азербайджанское слово не использую. Ни он, ни я мы говорим на русском. Он мне всегда говорил мой главный мотиватор изучения русского языка это Т. Вот такие вот дела. То есть, если человек хочет, он может выучить. И вот многие меня демотивируют, когда я говорю, что я хочу английский канал. Многие пишут вот ничего у тебя не получится, язык надо учить в детстве. и все дела. Передо мной пример человека, который выучил русский. А вы знаете, русский это очень сложный язык. Очень. Особенно для человека, который знает чисто английский, азербайджанский, итальянский. И еще один дополнительный язык это просто взрыв мозга. Поэтому, если вам говорят, что поздно учить язык, твой поезд уже проехал, надо было в детстве учить и так далее, полнейшая фигня. Вот так вот. Сейчас он, например, новости смотрит и иногда, например, меня спрашивают какие-то сложные термины, которые, например, сказали в новостях. А так 95% человек понимает. Где-то какое-то там слово не понял. Сейчас мы общаемся исключительно на русском. Он вообще любит языки изучать и итальянский время от времени он подтягивает свой. И он мне говорит просто в день начни изучать по пять слов на английском языке. Даже если у тебя не будет канала на английском, все равно язык знать это всегда хорошо. Вот будет у меня ребенок будет изучать только языки. Нафиг эту географию. Нафиг эту химию. зачем она нужна? Это знаете как? Я пришла однажды на собеседование и мне сказали помните все что вы учили в универе? Я такая да забудьте это все мы вообще по другой схеме работаем. я такая подумаю как хорошо что я не зубрила в универе. Не понадобилось. Реально половина того что я изучала в универе мне вообще никак не пригодилась хотя я работала по специальности. То есть мы менеджмент проходили и вдоль и поперек и вот так и сяк. Ни одного дельного совета там не было. то есть я училась на менеджмент а потом сразу работала по специальности помощником директора. Я занималась всеми организационными моментами мотивацией работников и так далее. ничего из того что я учила мне не понадобилось. Чисто диплом получила можно им очень хорошо вот так вот шашлык делать. Подставка нет нет не жалею что я училась в универе я считаю что даже если ты не собираешься работать по профессии все равно надо иметь высшее образование это это как продолжение школы в школу мы зачем ходим если например не собираемся поступать базовые какие-то вещи надо знать я в общем наелась было очень вкусно обязательно ставьте лайки и подписывайтесь стараюсь как можно чаще снимать для вас видео правда сегодня пипец пасмурная погода но все равно решила заснять всех люблю с вами была Айка пока